10 из 10, когда предлагаемый образ будущего региона совпадает с ожиданиями и потребностями жителей. Экспертная оценка работы губернаторов проводилась по нескольким параметрам. Глава Самарского региона занял лидирующую позицию прежде всего благодаря активному развитию экономической и социальной отраслей. В частности, отмечены соглашения по крупному проекту в области добычи и переработки газа Ямал-СПГ, а также разработка концепции инжинирингового центра в Тольятти. Все это позволит создать до 40 тысяч рабочих мест. Эксперты отметили также масштабный ремонт дорог, строительство новых развязок и мостов. Губернатор поручил создать удобное транспортное сообщение между отдаленными районами Самары и прилегающими городами. Изменения уже внесены в проекты. Я бы говорил именно о комплексном подходе в формировании возможностей нашей области для того, чтобы достичь таких показателей, которые будут привлекательны и для жителей Самарской области, и для молодежи, и для детей, которые захотели бы навсегда остаться в области и быть полезными. И также для иностранных инвесторов, для туристов и прочее, прочее. Образ будущего дополнился оценкой работы с детьми и молодежью. В регионе уже работает центр для одаренных детей, который сотрудничает с ведущими вузами области. Готовится к открытию в Самаре и в Тольятти детский технопарк «Кванториум». Перспективной назвали разработку технополиса «Гагарин-центр» и его сотрудничество с крупнейшими предприятиями страны. В развитии здравоохранения отметили строительство клиники «Сердце» – кардиоцентр с самыми современными технологиями и оборудованием. В рейтинге упомянули инициативу самарского губернатора по привлечению жителей к решению проблем ЖКХ и благоустройству своих домов и улиц, развитие нового института общественного самоуправления, активное создание советов микрорайонов. И сегодня разработан регламент работы общественных советов, в который мы активно включаем общественных контролеров. Как раз система, которую сейчас выстраиваем в Самаре, в Тольятти и в других муниципалитетах области, она как раз приведет к тому, что удовлетворенность жителей в сфере ЖКХ будет гораздо выше. Эксперты фонда в своих пояснениях упомянули также подготовку Самарской области к Чемпионату мира по футболу и проект объединения вузов сельскохозяйственного профиля для развития аграрной отрасли. Вместе с Самарской областью в список регионов с четко обозначенными перспективами развития вошли также Белгородская и Ульяновская области, а также Мордовия, Челябинская область, Севастополь, Санкт-Петербург, Татарстан и Москва. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События.